Зима, как обычно, пришла неожиданно, и снегопад, который в московском регионе начался в воскресенье, показал, насколько коммунальные службы готовы к подобному роду стихийным бедствиям. Ужасно. По сравнению с Москвой, это ужасно. Невозможно не припарковаться вечером, не все в сугробах. Какие-то есть участки наиболее тяжелые? Ну, все видно, мне кажется, тяжелые. Именно видные, да, тяжелые. В некоторых дворах колья на проезжей части достигает такой высоты, что легковому автомобилю с низкой посадкой проехать почти невозможно. Много жалоб поступает от жителей шестого микрорайона, где управляющая компания, кажется, совсем не справляется со своими обязанностями. Парковочные места засыпаны снегом, тротуары не пройти. Хотелось бы, конечно, чтобы почище было, потому что очень сложно ходить. Я, мама, конечно, без коляски, но я не представляю, каково мамочкам, которые с колясками идут, это же реально не проехать. Не справляются ни капельки, потому что машины ездят. То есть, побывают по 5-10 минут, выезжаются пора, и это все доставляет, ну, дискомфорт. Все тот же шестой микрорайон, но уже муниципальная дорога и тротуар вдоль березового леса, напротив Ольховой-2. Здесь пешеходная дорожка не чистилась с начала зимы. Гладкая она стала только потому, что люди притоптали, а территория, где можно пройти, сократилась до минимума. Ближе к центру, в старой части города, видная ситуация разительно отличается от микрорайонов. Здесь снег почищен до асфальта и на проезжей части, и на тротуаре. Город справляется своим этим. Я бывший дорожник сама, все равно все чисто, молодцы. В целом ситуация налаживается потихоньку, но снег убирается. Этому еще способствует то, что осадки почти прекратились. Берегите себя и будьте аккуратны. По району дежурили Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно.ТВ.